Департамент жилищной политики любит всегда врать. У вас есть какое-то подтверждение, что вы за всех голодаете? Или у вас это просто такая позиция? У нас такая позиция. Об этом знают все многодетные очередники города Москвы. Но вот других граждан Департамент жилищной политики, прикрывая свои тылы и в истерике от нашей голодовки, пытается ввести в заблуждение. Будь то бы мы шантажируем исполнительную власть, мы вот такие вот хапуги какие-то и хотим вот чего-то добиться только для себя. Департамент жилищной политики не так давно публично меня, среди Константина и Екатерины Мальдон, публично оскорбил. Назвав нас шантажистами, какими мы не являемся. А в чем заключается шантаж с их точки зрения? Они считают, что мы хотим получить квартиры в период очереди. Но на самом деле Департамент жилищной политики нарушает ряд законодательных актов, в том числе федеральных законов. Прокуратура города Москвы их покрывает. А Департамент говорит нам, что если у нас какие-то проблемы, мы можем жаловаться прокуратуру. То есть это бесполезно жаловаться прокуратуру, которая их покрывает. В связи с этим они называют нашим шантажистами. Они видят закон по-своему, как им надо. И называют нашим шантажистами. Они зависимые юристы и эксперты, видят закон по-правильному. Как вы считаете, у вас есть шанс выиграть в данном вопросе? Ну если в российском суде мы не выиграем, то в других судах западных мы выиграем. Я решила поддержать данную голодовку, так как считаю все это несправедливым. То, что происходит так же, как и со мной. Я мама пятерых ребятишек. Бабушка двух внучек. Мои детки принесли большое счастье, радость в дом. Родили ребятишек, не выходя замуж. За это меня правительство в Татарстане наказало и лишили права получить жилье. То есть в нашем Татарстане есть внутренний закон, где написано чисто на бумаге, если дети родили своих детей, то они исчисляются из количества моих детей. То есть если у меня пятеро детей, двоих детей у меня вычеркнули из списка детей, и осталось у меня трое. А трое детей в Татарстане не котируется. То есть вы уже не считаетесь многодетным? Я сейчас считаюсь многодетным, но не считаюсь, что имею право получить жилье, улучшить свои жилищные условия. Простояв почти 10 лет в очереди, наше право все кормило, что нету денег, нету денег, нету денег. А 20 декабря 2011 года издали новое постановление, поправочку в постановлении, в скобочках дописали, чтобы очистить, почистить списки чередников. Дописали в скобочках. Если дети вдруг родили за время стояния матери в очереди, бессрочной этой очереди детей, то эту семью выкидывают с очереди. Считаю это абсолютно несправедливым и аморальным. Меня в 17 лет выписали по суду из квартиры, из собственности. И мы юридические бомжи. Нас не ставят ни на жилищный учет, не выдают пособия. Нам сложно выйти на работу, сложно обратиться в больницу, в поликлиники, брать кредиты. То есть мы... Нас не принимают за людей, за граждан Российской Федерации. У вас как бы нет, вы фантом. Нет, да, мы фантом. Также у меня есть ребенок, он тоже не прописан нигде. У нее даже нет российского гражданства, так как мне так и не получилось его... У вас одна дочка, да? Да, у меня одна дочь, ей уже год. Вот. И у нас как бы нет никаких прав. Мы уже три года боремся. Мы обращались и к Путину, и к Медведеву, и к Астахову. И Астахов единственное, что предложил, сдать детей в детский дом и самим в приют. Моя мать голодала 17 дней совсем недавно. От Астахова приехала делегация, 7 человек. И сказали, что мы поможем на камеру. Все это показали по телевизору. А через 3 дня подъехали и сказали, у вас нет прописки, мы вам ничем помочь не сможем. То есть мы... Нам дороги открыты не будут. Никогда. Ведь институт прописки отменен вроде как. Да, на реализацию прав человека прописка не влияет. Но мы с отказами сталкиваемся практически везде. Как долго вы собираетесь проводить эту голодовку? Ну, до тех пор, пока не будет уверенности у наших многодетных семей, то, что они в 2013 году действительно получат свои субсидии. Но ведь ресурсы организма ограничены, вы же не можете долго голодать. Ну, я... Может быть, именно на это и надеются чиновники? Поголодайте, да перестанете. Нет, дело в том, что я действительно все-таки мама, и я не буду убивать себя ради всего, потому что у меня еще есть дети, и их надо растить. На наше место будут сменяться, будут другие люди, потому что проблема, она общая, и нас очень многие поддерживают. То есть это будет надолго. До тех пор, пока мы не добьемся. Проблем много. Есть медицинские работники, военные, многодетные. Нас много. С проблемой, с жилищной проблемой много. И нас все поддерживают. Мы тоже бомжами оказались, потому что в свое время вынуждены были продать жилье, чтобы вылечить мужа из-за здоровья мужа. У него спина, позвоночники, ноги отказывали. И потом как-то вот цены резко повысились, и мы остались, в общем, без жилья. Сейчас мы бомжи вместе с детьми. Сколько детей у вас? Трое. И как бы я куда ни обращалась, у меня всегда была отписка, что нет никаких законов, чтобы вам помочь. То есть вы вне закона как бы оказались. А вы откуда? Из Сочи. И сама я с Мордовией муж у меня коренную сученицу. Вы считаете, что поможет ваша голодовка? Услышит вас? Мне не на что просто больше надеяться. Не на что абсолютно. Только если власти услышат, как исключительный случай, могут, может, помогут. А уже была какая-то реакция? Не была. Единственное, депутат один послал депутатский запрос. Ну, не знаю, как бы результаты будут известны через месяц. Сейчас сижу, жду. Как вы себя сейчас чувствуете? Ну, так вроде нормально. Не плачете, не плачете. Может быть, все-таки дойдет до властей. А что бы вы сказали нашей власти? Вот у вас есть возможность обратиться, потому что Политвестник ТВ смотрит в администрации президента. Что бы вы сказали этим дядям и тетям, которые там находятся? Вот. Скажите им. Да я много чего сказала на данный момент. Ну, помогите, ну, пожалуйста. Просто... Спасибо. 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 Спасибо.